Пукоятка, магазин, прицел. Приём-приём, друзья, на связи Шадимен. Вот вы, наверное, сейчас сидите на диванчике, попиваете чаёчек или что-то кушаете. Кстати, приятного вам аппетита, если это действительно так. А мы со Стэвом уже шестой час летим на вертолёте, и мне просто нечем здесь заняться. Я реально не знаю, что здесь можно уже наконец-таки поделать. Мы отправились на поиски той самой девушки, и, друзья, надеюсь, что мы её совсем скоро найдём. Ну, а раз уж я пока что нахожусь в полёте, Давайте проверим, есть ли среди вас те, а хотя я уверен, что они есть, я хочу проверить, насколько вас много, те, кто летали на самолёте. Вот если ты хоть когда-нибудь летал на самолёте, то прямо сейчас поставь лайк, и мы тогда проверим. А если есть те, кто летали даже на вертолёте, то обязательно напишите об этом в комментариях, это будет очень-очень необычно. Ну, а если среди вас также есть ещё те люди, которые не подписаны на канал по каким-то причинам, друг, нажимай на эту красную кнопку подписаться, не забудь щёлкнуть на золотой вот этот вот колокольчик, и тогда ты никогда ничего не будешь пропускать. Всё, приятного вам просмотра. Может, это на самом деле ловушка какая-то? Хочется, очень честно говоря, хочется найти этого человека. Так, вроде как я всё остальное здесь уже обыскивал. И нужно будет решить, как же ты всё-таки отправишься в эту экспедицию, один или с кем-то из ребят. Вышел Заяц на крыльцо почесать своё... Ээээ... Стеф, не помнишь, чё там Заяц почесать вышел на крыльцо? Жеди, не помню и знать не знаю, и хватит уже болтать. Тебе там что, совсем заняться нечем? Стеф, конечно, нечем, это ты там у штурвала вертолёта сидишь, а я тут барахтаюсь где-то в салоне. Я уже винтовку разобрал, собрал тысячу раз, вообще абсолютно заняться нечем. Ещё бы. Ну, закат на самом деле знатный. Не знаю, сколько уже времени летим, мне кажется, часов 5-6, скорее всего, точно прошло. И это просто адское времяпровождение, честное слово. Надо было всё-таки Вулфи с собой брать. Хотя, ладно, потом случилось бы так, то что Вулфи, наоборот, как бы в опасность попал, и нам лишние проблемы не. Такого уж нам точно не надо. Ладно, Стеф, как знаешь, больше не буду отвлекать. Тогда посижу, может быть, про себя, сам с собой поразговариваю хотя бы. Есть кто на связи? Это Леска, ответьте, срочно. Стеф, и чё такое? Ты сказал сейчас что-нибудь? Нет, Чеди, я молчу. Так, не понял. Атас? А, да, приём. Да, алё, приём. Припасы на исходе. Мертвецы пытаются проникнуть в убежище. А где? Где ты? Ты ориентируешь, можешь сказать, где ты находишься сейчас? Приём, приём. Примерно в 45 километрах, северо-завтра. Твою дивизию. Связь обрубилась. Связь обрубилась. Шеди, что там у тебя, важное что-то? Да, сиди ты, управляй там уже вертолётом. Так, давай, давай, Хантер. Приём, Хантер. Это я, Шеди и Степ на связи. Слушай, у меня только что на рацию поступил сигнал от этой девушки. Она почти сказала, где она находится. Информация есть? Ты можешь как-нибудь отсканировать радиоволны? Не знаю, это возможно вообще сделать? Сканировать радиоволны? Нет, Шеди, сложновато. Но, зато мы сейчас в сотый раз убедились, что с ней всё в порядке, и она точно жива. Так, слушай, у меня только для вас очень неприятные новости. Помнишь тот цунами? Так вот, тот город, в котором вы её и видели. Он... Вообще теперь на карте даже никак не помечается. Там просто вода везде сейчас стоит. Ааа, и... Где нам теперь искать её? Шеди, я не знаю. Ну, сам логически подумай. Если она только что с тобой связывалась, значит, она точно уже находится не в этом городе. Логично, Хантер. Ладно, мы что-нибудь предпринем. Спасибо за информацию. Если что-то новое появится, обязательно с нами связывайся. Конец связи. Стеф, слушай, город затопило. Прикинь, помнишь тот город, в котором... Опа, мы с тобой были. Короче, вот сейчас полностью затопило. Её теперь точно там нет. А только что она сама лично со мной по рации связалась. Вот это ничего себе. Вот это я понимаю, какие вещи происходят. Так, Шеди, ладно. Слушай, мы и так уже с тобой останавливались на дозаправку. Придётся где-нибудь здесь тормознуться. Ты как, будешь с парашюта тогда? А то я смотрю, тут какой-то целый... Якобы что-то похожее на комплекс есть. Да, давай, Стеф, сейчас снаряжение проверю. Тебе обязательно скажу. И ты там... Опа. Как всегда, чуть-чуть лампочку свою запускай. О, нифига себе, тут у тебя какие-то штуки интересные. Всё, Стеф, давай, я тебе сейчас сообщу, как только всё сделаю. А, так, 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 так. Вот это дела, на самом деле. Вот это дела. Впервые она даже сообразила как-то подсоединиться к нашей радиоволне. Такого ещё ни разу не было. Ладно, просто отправить закодированное сообщение по радиоволнам. Но она просто-напросто с нами связалась. Так, ладно, я тут реально, мне было заняться нечем. Я просто полностью, абсолютно вот, от и до разобрал свою вин... Ну, единственное что, я просто корпус совсем не разбирал. А так, всё, что здесь было, вот глушитель, рукоятка, прицел. Так, вот, прицельчик и окраска. Вот всё, что было, я реально полностью разобрал свою винтовку. Делать было, честно говоря, нечего. Так, в магазинах главное только не забыть. Зато винтовку возьму, а магазин оставлю. Вот это, на самом деле, потом смеяться можно будет. Да, нифига, на самом деле, даже и не смешно это будет в крайней-то ситуации. Ну, ладно. Так, Стеф ещё сказал, там какая-то что-то якобы намечается. Так, Глок сейчас я тоже дозаряжу. Так, что-то я не помню, а я М-ку-то зарядил или нет? По-моему, нет, ещё не зарядил. Ничего себе, я, конечно, совсем рассеянным каким-то стал. Так, дробовик здесь, буровая остановка с собой, ножик, факел. Так, где у нас лежат, получается, парашюты? Так, здесь у нас, Тимофеич, нам в дорогу очень много еды, запас. Спасибо ему за это большое. Без его помощи мы бы тут никак не справились и точно от голода бы доископустились бы. Так, прошу ты, вот они, какой бы выбрать. Так, чики-брики, пальчик выкинь, чики-брики, пальчик выкинь. Так, чики-брики, пальчик выкинь. Вот это, пускай вот это будет, я не знаю. На удачу, просто так. На всякий случай, здесь взяли с собой вот такую запасную батарею. На тот случай, если с вертолётом что-то произойдёт, и две запасные канистры, это тоже обязательно. Стеф, я готов, жду сигнала. Ой, что это я говорю? Готов, всё, вот теперь точно готов чуть-чуть. Так, что это, интересно, Стеф тут заметил? Ах, да, Стеф, как только это, приземлишься, мне дай знать по рации, там, занимай вышку, как всегда, со снайперской винтовкой, но ты всё знаешь. Так, всё, я полетел. Стеф, пока, увидимся на земле. Так, и... Оп, так, давай, 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 давай. Их ты ж, высоко, высоко. Открыть, открыть. Открыл парашют. Так, всё, винтовку. Опа, сразу в руки. Конечно, нелегко было её только что из-за плеча достать. О, здрасте, приехали, вижу их. Вон там человек, что ли, стоит в поле, я чуть понять не могу. Или это те такие, только что заражённые, якобы, особи зомбаков, так скажем. Да, это они есть. Это они есть. Так, ладно, он пока что вроде на меня даже никакого внимания, чуть что не обращал. Нет, не обращал внимания никакого. Так, что это ещё за зона такая интересная, непонятная? Неужто какая-то снова военная база? Сколько на самом деле этих военных баз? Честно говоря, вот так вот путешествуешь, путешествуешь и всё время натыкаешься на какие-то военные сооружения. Так, вот это уже обычный зомбак. Полностью заражённый получается. Не наполовину человека, а полностью, так сказать, зазомбированный. И он себя ни под каким предлогом даже не будет противиться есть. Ух ты, а там что такое слева находится? О, а, только не это. Нет, только не гигант. Пожалуйста, ну, вы серьёзно? Нет, вы издеваетесь надо мной. Вы просто надо мной издеваетесь. Чё-то я попал, походу. Чё-то я, походу, попал. Откуда вы только все? Я же вообще даже никакого звука не издавал. Как они на меня накидываться стали? Честно говоря, я не понимаю, как они это делают. Ладно, я пока что тогда Глок уберу в карман и из-за спины достану дробовик. Ничего себе, этот гигант что-то вытворяет. Короче, я не знаю, где вход на всю эту территорию, но, судя по всему, мне придётся вот добежать вон до того строения. Честно говоря, я даже не понимаю, что оно из себя представляет, и мне абсолютно непонятно, что это такое на самом деле. Так, бинокль. Нужно бинокль достать. Конечно, это очень опасно то, что... Ах, да, хорошо то, что я надел вот этот зелёный костюм. У меня бронированный остался в вертолёте чуть что. Вот. А в этом зелёном костюме, если тут, конечно, будут какие-то люди с плохими намерениями, они, по крайней мере, сочтут меня за зомбака и даже не начнут на меня нападать. Но, судя по тому, что здесь очень даже тихо... Ну, я не беру во внимание крики вот этих зомбаков. Так, вот это на меня пока что не нападает. Значит, пока что всё... Вся моя тактика работает. То есть, ходишь возле них на цыпочках, и всё, они на тебя даже абсолютно внимания не обращают. Даже на территории этого комплекса есть какие-то зомбаки. Это на самом деле выглядит ещё хуже, чем те времена, когда мы вместе с Хантером, когда я его впервые встретил на нашей нынешней базе. Там даже столько зомбаков-то не было. Ничего себе, он там скачет. Как только землетрясение не начинается, если честно, от его прыжков, пока что у меня даже никак ещё и не... Не заметил, господи, овечки. Кстати, интересный факт. Почему зомби не нападают на овец? Я видел то, что зомби всё время нападают на свиней, но при этом они не нападают на овец. Вот это очень интересно. Неужели... А что если гены овцы объединить с геном человека, и зомби перестанут нападать на человека? Нет, мне кажется, это что-то из грани фантастики. Нужно более-менее реально мыслить. Так, ладно. Хотя бы какая-нибудь информация, чтобы нашлась. Разрабатывают вакцину, вообще не разрабатывают. Что в дальнейшем хотят вообще в мире делать со всей этой фигнёй? Так, тут отстреливались очень жёстко. А, это бункер. Это что-то вроде немецкого... Ну, не то что немецкого даже, просто во Второй мировой войне в те времена были такие сооружения, назывались доты. Это что-то вроде укреплённого бункера. И получается, там стояли... Были маленькие окна, и стояло очень много пулемётов. И вот так вот, в итоге, пехота могла держать оборону, нет? Вот так вот. А я тебя обхитрил, зомбак. Так, как сюда внутрь попасть? Блин, их там много чё-то как-то. Их там что-то как-то многовато. Если честно, я даже глушитель... А, нет, у меня же есть глушитель на эмке. Чё-то я это... Глушитель просто я не взял на... Твою ж дивизию. Я таких солдатов, честно говоря, ещё даже и... Не видел никогда. Это какое-то особое... Особое подразделение, что ли? Так, ну-ка, я здесь, конечно, не пролезу. Может, как-то хоть так тебя достану. Иди сюда ты, зараза такая. Давай, подходи ко мне. На тебе. Вот этого завалил. Конечно, придётся так же всех остальных завалить. Так, чё, на меня этот зомбак будет внимание обращать? Нет, пока что даже не видит. Пока что меня даже не видит. Ладно, не буду испытывать свою судьбу. Даже не буду пытаться на него как-то нападать. А вот этот, судя по всему, как-то на меня начинает... Ой, тихонько внимание обращать. Так, тихо. Спокойно. Я пока что не нашёл, где вход у всей этой штуки. Так, ты... Нет, всё, понял. Он сам. Он сам начал на меня нападать. Это не я. Я на него нападать вообще не хотел. Потому что мне это не надо. Не в моих это интересах. Так, это они на меня нападают. Так, ну чё. Стрелять, не стрелять, я сейчас не знаю. Так, ладно, буду стрелять. Буду потихоньку стрелять. Как-никак. Так, дверь закрою пока что за собой. Вот так вот, чтобы, если что, новые зомбаки не зашли сюда. Так, каждый угол. Главное проверять каждый угол абсолютно. И всё будет в порядке. Безопасность прежде всего. Так, тут лестница. Да, тут какая-то лестница. Так, я нечаянно вот этот вот электрический фонарь отсюда сбил. Так, пока что, если честно, непонятно, что это за здание. Крайне непонятно. Так, ладно, я пока что сначала, наверное, всё-таки поднимусь на второй этаж. Осмотрю всё там. А потом, как только я зачищу оба этажа, буду разбираться со всеми остальными. Так, на, получай. Так, где-то ещё слышу. Где-то ещё слышу эти звуки. И, судя по всему, они доносятся откуда-то... Нет, не с улицы, а именно откуда-то и отсюда из здания. Так, тут тоже какая-то комната интересная имеется. Так, я пока что свой электрический факел... Ну-ка, не сюда. Нет, не сюда. Вот сюда вот его поставлю. Пускай немного освещает. А сам проверю эти комнаты. Так, если что, они с улицы, да, никак не подойдут. Тут всё решётки закрыты. Тут почему-то кирпичи вообще на земле валяются. Я надеюсь, мне на голову сейчас ничего не свалится. Так, походу он за дверью там, да, стоит? Да, вот он стоит за дверью, конечно, более-менее безобидный. Но я не хочу, если честно, испытывать свою судьбу. Ничего себе, у них тут пулемёты какие. Мне кажется, даже нет смысла в принципе проверять, есть ли что-то у них внутри. Да, конечно, будет ноль. Как бы в какие времена я не проверял какие-то военные сооружения, они отстреливались просто на все 100%. Видимо, им дали приказ. Стойте до последней капли крови, защищайте свои территории, и всё. Они просто каждый патрон отстреляли, а потом пошли в рукопашку, но своих целей они, по крайней мере, пока что я ещё ни разу не видел, чтобы они что-то выполнили. Постоянно всё заканчивается достаточно плачевно. Этих солдат! Всё, ничего себе, я тут вот раскорячился. У них тут даже какой-то целый свой медицинский комплекс был, то есть палаты самые настоящие, капельницы, не знаю, всякие вещи. Так у тебя что-то есть в карманах, интересно? Нет, у этого нет. Видимо, у него из кармана всё достали, чтобы дополнительные боеприпасы, если что. Потом можно было откуда-то найти. Ну тебя, иди отсюда. Ой, это что там такое? Это что, доктор, что ли? А что он возле унитаза как-то странно стоит? Это как его так скрючил-то вообще? Чуть понять не могу даже, что с ним такое. Но вроде как он пока что не превращается в зомбака. И что у него в карманах-то? О, более утоляющие есть, ну хоть что-то. Нормально. У них даже тут туалет целый был. Нормально. Такая, вроде, с виду снаружи смотришь. Достаточно маленькое здание. А заходишь внутрь, тут столько комнат, столько ответвлений. Столько всего интересного. То что становится действительно очень даже... Заманивающее всё это дело. Чеди, приём. Я вертышку посадил, а залез пока что на вышку. Слушай, на меня зомби так сейчас побежали. Еле-еле от них оторвался. Будь окрятней, тут просто повсюду гуляют эти чёртовы гиганты. Надеюсь, то, что он сейчас обо мне забудет. Если что, сейчас нахожусь на вышке. Сориентировать тебя не смогу, но... Я, если что, сам тебя найду. Попозже свяжемся. Со мной всё в порядке. Ага. Стеф, окей. Я понял всё, давай. Я скоро, наверное, тоже найду какому-нибудь укрите. Ночью, если что, с тобой свяжемся. Конец связи. Всё, Стеф добрался. Если честно, я даже про него уже забыл. Честно говоря, просто из головы всё вылетело. Так, сейчас я тогда по-быстрому проверю всех этих солдатов. Так, где у них автоматы-то, интересно? Из чего они застреляли? Калибр 7,62х39. Это либо... Аптеки, кстати, использованы, что... Как бы даже и... Достаточно естественно. Ещё бы они были не использованы. После того, что здесь творилось. А что здесь творилось, если честно, я даже боюсь представить. Непонятно настолько, куда делись все автоматы. Конечно, у меня есть одно предположение интересное. Просто когда солдаты отстая... То есть, одни солдаты заняли самую крайнюю точку во всём этом комплексе. Мы, кстати, даже не знаем, насколько он большой. И как только они начали продавливаться, все оружие перенесли куда-то вовнутрь, чтобы они здесь потом не застряли. А патроны, наверное, на патроны просто забили, потому что их... Ну, они достаточно мелкие. И таскаться за ними достаточно сложно. Да и лучше спасти автомат, нежели... Хотя, на самом деле, что сможет автомат, если у автомата не будет патронов? Ладно, это, короче, чё-то у меня как-то это... Своих тараканов в голове о чём-то я думаю непонятным. О! Ты чё сюда пришёл-то? Тебя мне ещё не хватало. Не-не-не-не-не-не-не-не. Тихо, спокойно, меня здесь нет. Вот они, кады-зомбаки. Даже гигантские зомбаки как-то обоняние своё улучшили. Он, видимо, чувствует то, что я нахожусь здесь. А как иначе объяснить то, что он пришёл именно туда, где я сейчас нахожусь? Кошмар. Кошмар, честно говоря. Я не знаю, что с этим доктором произошло. Такое чувство, как будто бы он просто пытался зайти в здание, а его оставили снаружи, и зомбаки на него как накинулись. И люди потом его через дверь как-то перетащили вовнутрь. В карманах у него, естественно, ничего даже нет. Так у тебя есть что-нибудь, дружище? Доктор ты мой. Так, да, есть бандажи. Есть в карманах у него бандажи. У них, видимо, здесь даже свой какой-то маленький исследовательский уголок был. Рентгены, череп, рёбер, доски какие-то висят интересные. Так, я слышу этого зомбака, реча не этого гиганта даже отсюда. Честно, не знаю, что сейчас буду делать. По-моему, дальше дорога, там какой-то вход был. Если идти куда-то вон в ту сторону. Придётся спринтовать. Честно, я не знаю. Так, надо сейчас посмотреть только с какой он именно стороны, чтобы мне как бы на него сейчас не выбраться только. Он был где-то слева, и где он находится сейчас? Вот куда он только что делся, хотя я его буквально минуту назад точно видел. Вот где он? Так, а что он, если он прям на крыше вот здесь стоит? А, кстати, вот же лестница. Чё-то я как-то даже это... Забыл про неё. Чуть не пропустил. Так, где он? Где он? Где он? Где он? Его даже на крыше нет. Откуда я его услышал-то тогда? Он чё, прям возле входа стоит там, что ли? Кстати, тут радар, какие-то стулья. Интересно, достаточно комната. Чёрт побери, где этот гигант? Так, ладно, к слову. Мне действительно бежать куда-то вон в ту сторону, а переночевать, я надеюсь, вот именно вот в той башне, вон там, которая находится. Надеюсь, что она, в принципе, достаточно пригодна для ночлежки, и где этот гигант меня это, на самом деле, крайне-крайне настораживает. Ладно. Там, если что, двери, в принципе, железные. Я в любом случае из лицом к лицу... Лицом к лицу, вернее, с ним никак не встречусь. Но я сейчас, наверное, сначала сейчас аккуратно вот так вот маленькими отрывистыми движениями буду всё это дело проверять. Так, ты на меня нападаешь, я понял. Ты на меня нападаешь. Вот, брабы, с пример, столько что инфицированных людей. Вот они на меня, например, вот как вот этот. Мне нападают, если я, конечно, особо шуметь не буду. Так, я не знаю, где этот гигант? Ладно, я всё это дело закрою, как-никак я там всё зачистил. И после этой зачистки оставлять это дело открыто, мне кажется, это совсем неблагодарное дело. Нет, твою дивизию, иди отсюда. Так, аптека. А у меня цепанул, он меня цепанул, а костюм у меня далеко не бронированный. Сразу аптека, сразу замазываю свои раны, чтобы там ничего потом плачевного не было. Так, гигант стоит там. Гигант стоит где-то там справа, я его, по-моему, только что видел. Так, главное, чтобы на меня только никакого внимания сейчас не обращал, пожалуйста. Не обращай на меня внимания. Не обращай на меня внимания, меня здесь нет. Меня здесь, твою дивизию, нет. Так, ещё одни обычные зомбаки, ещё пулемёты стоят. Не смотри на меня. Не смотри на меня, меня здесь нет. Всё, сейчас я ползком, аккуратненько, доползу до этого входа, и там думаю, что, в принципе, будет всё. Ох, принесло, принесло. Честное слово. Ох, сердце как бьётся. Ладно, всё, нормально, всё в порядке. Я просто представил, что бы сейчас было, если бы он на меня напал. Я, конечно, просто побежал бы где-нибудь спрятался и надеялся бы на наилучший исход событий. Но мне такие проблемы точно не нужны. Где, интересно, Стэф, кстати, сидит? Он сказал то, что где-то здесь на вышке какой-то. Так, ладно, в любом случае гиганты могут быть повсюду. Да, они и есть повсюду. Мне Стэф сам сказал то, что гиганты здесь просто везде находятся. Иди отсюда, на тебе, получай. Так, ещё есть кто-нибудь? Так, ладно, ладно, нет. Хотел его завалить, но раз он на меня пока что не нападает, я его пока что валить не буду. Ай, твою дивизию, иди отсюда. Откуда ты появился здесь? Что за бредятина вообще? Мне, честно говоря, это просто начинает дико раздражать. Откуда вы на меня нападаете, если я 100% всё проверил 3000 раз? Дверью, железные выбиты двери. Первый раз такую вижу, честно говоря. Это что за гиперактивные зомбаки, интересно, здесь были? То, что они даже умудрились как-то железные двери выбить. Так, кстати, на базе, если что, остались только Тимофеич, рядовой и Резнов. Ну и, конечно же, Вулфи. И я, если честно, как-то даже немного переживаю за безопасность нашей базы. Как бы там те люди в масках не объявились раньше времени, пока что нас нет. Ладно, всё будет в порядке, всё будет в порядке. Найдём эту девушку и заживём, как говорится, что надо. Так, что у тебя здесь, дружище? О! А я гадал, что у него за оружие может быть скалитбером 762. Теперь понятно, это гроза. Гроза, это на самом деле классная, наверное, тема. Если честно, никогда с неё не стрелял, да тут магазина нет. Вот, к сожалению, здесь на этом автомате нет магазина. Ладно, надеюсь, что найду ещё какого-нибудь военного, а лучше живого. И у него попрошу, если что, пострелять с того самого автомата. Кстати, там двери какие-то непонятные. Так, нет, отвали от меня, пожалуйста. Не иди сюда. Пожалуйста, не иди сюда. Не надо. Это не надо ни тебе, ни мне. Остановился? Всё, там и стой. Молочина. Молочина, вот там и стой, даже не подходи. О! Магазин на глок. То, что надо. А это что такое, глушитель, что ли? Глушитель нашёл, ничего себе, такое бывает, что ли? Такое разве бывает? Он на глок подойдёт? Да, на глок даже подошёл. Теперь у меня целых два оружия с глушителем, а то у меня тот глушитель где-то посеялся, честно говоря. Собирался в дорогу, а в итоге где-то его оставил, и не знаю, где он теперь валяется даже. Так, ладно, этот ящик проверил. Карта, как у нас на базе, если что. Так, о, 9-миллиметровки даже тут валяются. Вот это, я понимаю, находочка. Так, находочка. Так, и в этом шкафу, в большом гардеробе даже 9 миллиметров почему-то лежат. Так, я ничего тут не оставил? Да, М-ку оставил, ничего себе. Сейчас бы ещё тут забыл бы, и... Тогда бы наступила настоящая клоунада какая-то. Ещё бы я М-ку тут забыл. Так, ладно. Сейчас пока что... О! Ещё гигант, что ли, там стоит? Да, на самом деле, вон он ходит. Всё, теперь я понял, что имел в виду Стеф. А чё это, интересно, за ворота такие? Так, я, кстати, знаю, что это за... Твоё, иди ты отсюда! Я знаю, что это за материал. Так, ладно, сейчас я быстро, буквально 3 секунды осмотрю всё это дело. Я знаю, что это за материал. Его даже невозможно пробить буровой установкой, чтобы туда проникнуть. Вовнутрь твою дивизию, иди ты! Блин, сердце выскочило, честное слово. Короче, ладно, потом. Сейчас. Пока что беру... Бегу, короче, до этой башни. Всё, больше терпеть это нельзя. На улице темнеет. Короче, чтобы проникнуть туда, мне нужна какая-то взрывчатка. По-другому никак, вообще, абсолютно ничего не получится даже сделать, и даже пробовать не стоит на это время тратить. Либо взрывчатка, либо что-то другое. А что там находится внутри, на самом деле, у меня просто дико не мёс. Тут у каждого ангара такие двери находятся. Ничего себе. С этого супернадёжного материала. Так, ладно, сейчас я поднимусь на самую эту вышку. Наконец-то уже надо оставаться здесь на ночлежку. Уже слишком много времени было потрачено, слишком... Ладно, патронов ушло, на самом деле, не слишком много. Я думал, будет хуже. Но что самое главное сейчас, это чтобы... Так, чисто. Да, чтобы Хантер нашёл, откуда подавался сигнал этой девушкой. Ух, ничего себе, конечно, вот это я пусть прошёл оттуда, туда. Вон зомбак гуляет, он, наверное, до сих пор не понимает. Куда же его маленькие собратья с зомби делись? Так, а куда с ты вертушку посадил, если тут две вертолётных площадки? Хотя, они как-то выглядят слишком маловато. Возможно, куда-то туда, на взлётную полосу, его поставил. Ладно, это всё потом, тут даже ночлежка есть. Ничего себе, вот это я понимаю. Но я, наверное, пока что займу позицию где-нибудь, опа, вот здесь вот, возьму бинокль. Пока что потихоньку буду наблюдать за обстановкой и потихоньку готовиться ко сну. И ждать, пока что Хантер объявит, что же это такое. И потом нужно будет, конечно же, как-то пробраться вон туда. Вон именно в ту дверь, которая находится вон там. Ладно, всё, утро-вечер мудренее. Я ложусь спать и надеюсь, что эта ночь будет, ох, спокойной. Субтитры подогнал «Симон»!